В среднем почти на 2000 тенге будут увеличены пенсии в рамках антикризисных мер. Напомню, глава государства поручил проиндексировать пособия, в том числе АСП, с 1 апреля на 10% в годовом выражении. Что это значит, расскажет Тимофей Голев. В мае получатели ждут новые суммы. В местном департаменте труда, социальной защиты и миграции говорят, повышение произойдет на 10% в годовом выражении. С учетом 5% в январе 2020 года. В данном случае, к размеру сегодняшних выплат пенсионных, этот рост составит 5%. Например, если мы говорим о минимальной пенсии, то 1 января она составляла еще 38 636 тенге. На сегодняшний день, с 1 апреля, она будет достигнуть величины 40 441 тенге. То есть, рост составит 4,7% по данному случаю. Минимальный размер базовой пенсионной выплаты составлял ранее 16 839 тенге. На сегодняшний день 17 641 тенге. То есть, в среднем, рост получается по этим позициям где-то у нас на 1500 тенге. Увеличение пенсии до 3000 тенге ощутят, к примеру, те, у кого солидарное 60 тысяч. Все зависит от суммы. В департаменте подчеркивают, изменился прожиточный минимум. Он сказался на начислении базовой составляющей. То же самое касается и той, что по выслуге лет. Некоторые пенсионеры в Павлодаре не ожидали. Первый раз слышим. Рады будем, конечно. На дачу ездят. Кто денег откажет? Никто не откажет. Спасибо, мальчики. В магазин ходим. Вот идем, хлеб купили. Есть так, чтобы все, слава Богу. И не против будем, если повысят. Дай Бог, если так будет. Доживем до мая месяца. А потом, даст Бог, доживем и до 1 января. Напомню, по поручению президента Казахстана, индексацию произведут всех государственных пособий, в том числе АСП. В Павлодарском регионе 200 тысяч получателей. Перерасчет должны завершить до 28 апреля. Тимофей Голи, Фаверий Павлов, телекомпания Ирбис.